История жизни и творчества Владимира Ивановича Немировича Данченко и сегодня вызывает живой интерес у самой широкой публики. На время личные вещи, фотографии и документы из квартиры Немировича Данченко в Гленищевском переулке Москвы переехали в музей Горки Ленинские. Папа у него был военный, подполковник, служил в Грузии, познакомился там с Александрой Каспаровной Егубян. И на свет появились четверо детей. Все дети были очень талантливые. Зинаида Морозова, до революции владевшая усадьбой Горки, была вдовой промышленника и мецената Савы Морозова, одного из основателей Московского художественного театра. Немирович не был здесь фактически, но связь между Горками Ленинскими, Зинаидой Григорьевной Морозовой и Немировичем Данченко, ну, МХАТом в глобальном смысле слова, и Немировичем конкретно, она, конечно, есть. Выставочный проект «Здесь Немирович. Театральная история в Горках» расположили в северном флигеле усадьбы. Всего в экспозиции представлено около 200 предметов. За каждым из них скрывается живая театральная история. Сюда мы привезли вот такой кувшин, здесь вот видите, гравировочка есть, родному Владимиру Ивановичу. Это подарок актеров музыкального театра имени Немировича Данченко, как он тогда именовался, в честь премьеры оперы «Северный ветер». Интересный интерактив, который доступен посетителям экспозиции – репринтные варианты писем Немировича Данченко. Здесь можно прочитать переписку с голливудскими студиями, Чеховым, Горьким и другими знаменитыми людьми первой половины 20 века. Куратором выставки стал студент ГИТИСа Мартын Степанов, который уже имеет большой опыт оформления театральных постановок. И он придумал вот эту историю, что Владимир Иванович Немирович Данченко как бы приезжает наконец в гости в горке к Зинаиде Григорьевне и обосновывается в ее гостевом флигеле. Поэтому гостей на входе встречает такая театральная инсталляция из этих старых чемоданов, когда гость приезжает и распаковывается. Проект приурочен к столетию музея МХАТ и 125-летию Московского художественного театра. Работать экспозиция будет до конца года. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ